Ну что же, привет, дорогие друзья, и продолжаем проходить Beyond Divinity, и давайте завершим квесты. Паучьим лесу и пойдем на разведку в следующую часть леса. Давайте заберем пирамидку с собой. Так, паучий лес. Да, по-моему, здесь живет отшельник. Немного мимо пробежали. Ох, горячо. Дуй на, Поликс. С двумя котиками живет. Должно быть, вас послали мне боги. Человеки, помогите старому бесу. Я живу здесь уже давно, очень давно. Но сейчас, сейчас лесные пауки изменились. Они стали угрожать старому отшельнику. В моем доме теперь небезопасно. Не знаю почему, но теперь пауки стали более умными, более сильными. Не стая, а войско. Не, я никогда не уйду из своего дома. Никогда. Да и куда податься старому отшельнику? У меня нет ни друзей, ни семьи. Только вот этот нора в лесу. Я хочу остаться здесь, но не желаю быть сожженным пауками. Мне нужна защита. Здесь поблизости лежит волшебный амулет. Но старому бесу идти за ним слишком опасно. Амулет защитит беса от паучьих укусов, сохранит ему жизнь. Не могли бы вы принести мне этот амулет из пещеры, что неподалеку? Я знаю, вы посланы мне богами. Вперед, смельчаки! Ступайте в пещеру и принесите мне... О, дар богов! Прощайте ядовитые укусы! Прощай страх! Старый бес вас отблагодарит, человеки! Примите мою награду! 25 тысяч, вот и неплохо. О, посланники богов! Добро пожаловать! Всегда добро пожаловать! А вот магию природы мы изучим. Она очень мощная, если вдруг... Решим все-таки переучить нашего лучника в мага. Будем учить эту магию. Старому отшельнику нечем похвастаться. Ну, денег у тебя неплохо, кстати. Зря ты так. Приходи в любое время. Ты всегда найдешь здесь ночлег. Отлично. Так, и паучью лапку. По-моему, мы пауков где-то здесь били. Да, вот оно. Подобрал? Вы убили гигантского паука! А где же лапка? Да-да, я настоящий герой! Ха-ха-ха! Спасибо, вот, держите. А я пошел. Пока. Ну, пока-пока. Пока. Бесовка в поисках супруга. Ну, это как раз мы с ним разобрались. И сейчас надо будет еще раз его домой отправить. Он сказал, что его свела в могилу одна из двух сестер. Так, похищение шкатулки сейчас сделан. И утеряна ключ. Это у нас в другом лесу находится. И, кстати, да, у нас здесь средний кристалл защиты от яба. Я вот только заметил. Посмотрел, что же у нас тут такое зелененькое, и нашел путь. Взглядом кристалл. Что у нас в камере творится? Так, а где у нас торговец? О, тибары теперь на нас нападают. Да, мы же их тут спровоцировали. Лавки хитрого торговца. Ты же лавка хитрого торговца. И толпа, тибар. А почему у вас золото, тибар? Так, друг мой. Присмотритесь повнимательнее к моим товарам. Не пожалеете. Пока у вас вводится золото, выбирайте все, что пожелаете. Эй, не трогай рычаг! Еще откроешь. Просто не трогай рычаг. Давайте сохранимся. И у него должна новая опция появиться. Добро пожаловать, смотрите, какие нужные вещи я продаю. Другой торговец продает одно барахло. Ну, кому, скажите, нужны крысиные кости? Он злится и завидует, потому что старейшина покупает товары у меня, а не у него. Что? Второй торговец опять портит мои товары? Ой, побегу, проверю. Прощай, друг мой. Так, спускайся. Так, чаши, бочки. Какой у тебя просторный погреб-то. Так, и заперты двери. Замечательно. Склад ткани. Так, и как нам сюда попасть? Эта дверь, по-моему, ниже ведет. Данное помещение нам рычаг в полу. Как-то нам к этим рычагам надо добраться. Где-то должна быть открытая дверь. Собственно, вот она и есть. Чувствую, здесь без головоломки нет. Нам не пройти. Так, двери закрылись. Какие-то двери должны открыться. Пусть и... Так, рыцарь смерти, ты отсюда можешь куда-нибудь попасть? По-моему, эта дверь открывается. Так, иди сюда, мой друг. А вот тут у нас уже... Один рычаг все-таки. Так, интересно, как нам туда попасть? Так, нам как-то надо... А, стоп. У нас здесь рычаг открылся, открылся. Да нет, все равно. Стоп. Здесь у нас какие-то враги. Ну, крысы, наверное, скорее всего. Так, как-то ты должен отсюда выйти. Так, эта дверь закрылась. Теперь эта дверь открылась. По-моему, так. И вот так. Ну, я надеюсь, этот рычаг открыл все двери. А, ну или только эта дверь. Так, руна. Шкатулка, собственно. Перчатки. Загадочная шкатулка. Ну, я надеюсь, ты открыл все двери. Да, по-моему... Нет, не все двери открыл. Но нам здесь делать больше нечего. Да и ничего интересного здесь тоже нет. Сохранимся и валим отсюда. Я сказал, сохраняемся. Он злится и завидует, потому что старейшина покупает. И я побуду снаружи. Он нам какой-то предмет дал. Так, давайте отойдем. Какой милый окрас. Мы нашли шкатулку для беста-торговца. Надо отнести ее. Вон назначение открывать. Мы и не собираемся. Да ладно, я ее уже открыл. Так. Где этот бест-то находится? Дома алхимика. Кстати, вот тут домик еще какой-то. Мы его не посещали. Лавка-торговца. А, они тут совсем рядом. Принесли шкатулку? Спасибо. Не открывали? Нет? Вот. Награда. Ну, спасибо, 25 тысяч опыта. Неплохо. А ты так и останешься розовым? Скажи мне, пожалуйста. Окей. Да мне как-то пофигу, но черные все-таки брутально смотрят. Оставьте меня наедине с моим горем. Вы не видите, что я оплакиваю погибшего возлюбленного? А вам что до того? Я? Никто не знает, кто его убил. Разве что. Разве что моя сестрица. Она всегда ревновала, потому что знала, что он выберет меня. А может, это кто-то другой? Почем мне знать? Ах, оставьте меня. Прошу вас, уходите. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Я не хочу ни с кем разговаривать. Могилу моего ненаглядного. Ха-ха-ха. Как мне плохо. Какой хороший был бес. А как я его любила. Ать-ка! весь остаток жизни я буду оплакивать его не надо прекратить не хочу об этом думать я знать не знаю кто убил моего возлюбленного я по нему тоскую так тоскую ну одна сестра говорит что азарно рикса убила его все таки ну ладно я думаю мы это еще как-то узнаем так мы можем пойти в западный грибной лес или на южный западные или южные вот в чем вопрос давайте все таки в западный грибной лес пойдем а после этого кусочка леса мы уже пойдем тогда третий уровень подземелья зачищать точнее третье подземелья поясный нож фрукт список покупок да рыцарь походу станет навсегда розовым или его когда-нибудь да отпустит следующей главе может быть да далеко он стреляется неплохо неплохо да слабенький но магии бьют хорошо привет привет у меня для вас кое-что имеется правда а-а-а что что кольцо оно особенное специально для вас старое кольцо но очень красивое очень-очень-очень красивое если захотите оно будет ваше совершенно бесплатно платить ничего ничего не надо ну что хотите кольцо берете ну давай возьмем очень хорошо я знаю оно вам понравится и будет совсем-совсем пруке как в литое ну спасибо тебе так а вот призраки рнар получается зачем вы похитили нашу собственность люди почему на одном из вас кольцо которое по праву принадлежит нашей семье оно принадлежит нам мертвым никто из живущих не смеет прикасаться к тому чем мы владеем не знакомцы нам все равно как вам попало это кольцо месть удел живущих мы только хотим вернуть кольцо ему место в наших склепах и могилах и оно будет принадлежать нам до скончания времен итак смертный верни его на прежнее место положи его в гробницу и не медли ты мудро поступил смертный в нашей семье вновь воцарится равновесие наше кольцо отдай нам наше кольцо или ты станешь одним из нас а в могилах так холодно очень холодно вряд ли сейчас время для пустой болтовни смертный ты от них все равно ничего не узнаешь очень жаль а куда он убежал по моему их не гробница здесь каменная чаша и костяной доспех а это и это это и и и и и Истребитель лягушек, блин. Истребитель лягушек. 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 так это один лес получается я думаю здесь еще кусочек должен быть карта вот где-то тут может этот лес туда продолжается как раз дневник кого-то здесь сожрали тибары по моему даже различные способы выявления ядовитых грибов в книге описаны сама новейшие методы распознавания ядовитых грибов автор гарантирует успех к примеру он советует опробовать гриб на существах других раз и посмотреть как он скажется на их здоровье далее идет длинный перечень с описанием известных ядовитых грибов похоже книга очень дорогая а значит действительно полезная по моему эту книгу уже видели давайте ее на всякий случай заберем не не зря нас акцентировали на ней еще одна пещера или это та которую мы видели а это то где была эта странная хрень так давайте сначала слева все изучим то должна быть граница карты да здоровенно здесь лес все таки давайте тогда наведаемся в пещеру пойдемте за блестяшкой статуэтка выглядит весьма зловеще зловещая статуэтка трагические ошибки магов час 9 порталы перемещения проходя сквозь магический портал держите на готове оружие всякая хрень может на тебя выскочить не верь глазам своим но это по моему на языке рнар написано летучие мышки время действия заклинаний стратегии боевых магов время действия заклинаний стратегии боевых магов так статуэтка еще одна зловещая статуэтка еще одна зловещая статуэтка так с тобою нам можно поболтать лич какой-то слишком хорошо выглядящий лич но у меня нет а что за пропажу ну думаю пропажа была довольно цель значит существо которое ее нашло потащил ее к хозяину так идите к нему ну чизин вы сразу его узнаете он как-то капли воды похож на меня но он не я а зря теперь вы умрете не думаю пропажа была этого ах 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 странный какой-то лич может его не надо было убивать так вот мы и нашли куда разместить статуэтки только здесь пять пентаграмма у нас всего пока две статуэтки а пофигу их куда размещать окей нам нужно еще две спасибо за подсказку лария спасибо за подсказку лария так еще лич у меня нет вашей парапажи человеке поищите в другом месте это в каком где он говорите вы спустили сюда в эту темную сырую пещеру за блестящей вещицей пробегало здесь глупое существо вопило что несет блестящую штучку хозяину его было слышно на все круг хозяин похож на меня а зря теперь ах ах странные типы какие то хрустальные шары и их применение так статуэтка еще одна осталась заметки о воскрешении мертвецов час 1 маг мордорк заметки о воскрешении мертвецов часть 2 маг мордок так нам ничего не надо по моему это мы уже читали я знаю что вы ищете человеке вы ищете ключ тот что открывает сундучок в котором лежит золото у меня вы его не найдете у меня ключа здесь пробегал слуга хозяина он сказал что у него есть для хозяина одна блестящая вещица и правда в руке у него был ключик а теперь пришли вы человек хозяин очень похоже не верите на какие-то слабенькие личи принципе их можно убивать на сюжет по моему это не повлияет амулетик хороший так а здесь статуэтку мы забрали дома отсюда пришли статуэтка здесь стояла так раз вторая комната здесь по моему мы статуэтку тоже забрали да она стояла здесь блин теперь летучие мыши на меня еще согрались почему на мышь они опять же спрашивали надо на них нападать или нет а здесь на мышей такая техника не работает бритва так одна статуэтка осталась но альтом они подсвечиваются это уже хорошо любит ее ну а здесь мы не были смотрите магический ключ параллельного мира а какой по счету мы уже тут столько набрали я надеюсь там не 10 подземелья и это все таки какие-то дубликаты так здесь подобрали подобрали здесь у нас центральное помещение как раз фигурками так или мы делаем что-то неправильно по моему здесь больше фигурок не будет так а если сделать а так но ключик отлично розовый рыцарь смерти ну круто конечно до чего жизнь доводит как ты пищишь мерзко и противно как вы упрямы видно эта вещь действительно для вас много значит я не стану сражаться с вами воины поэтому если хотите забирайте ключ пройдите возьмите его ну окей тут снятия баров что ж? что ж вы ждете? вы вправду думали уйти от меня живыми? умрите глупцы нельзя верить но с другой стороны не слабенький их очень легко победить так одна из записей в дневнике лича привлекает ваше внимание был убесовки парикса выменял у нее на зелье смерти 20 грибов джури джури редкий вид их могут найти только бесы и полдюжины панциря тибара охотник боится подходить к моей пещере может зря я в прошлый раз убил его ученика впрочем сам виноват что не пошел мне навстречу и почему люди так держат за свои кишки так но теперь мы знаем что отравила всех париксов все животных компаньонах 101 способ повысить пользу приносимую компаньонам силы ясновидения так ключ ему подобрали лич мертв тогда пойдемте бесу отдадим ключ найти бы у вас сначала среди этой толпы и не 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 она мне сюда давайте разберемся с любовницами так они у нас где-то здесь должны обитать совсем рядом где-то здесь да пожалуйста оставьте меня в покое это опять вы вы как вы узнали как я я не хотела клянусь я любила его но она ее он любил больше из-за него мы стали соперницами он бы свел нас обеих в могилу если бы я его не убила а теперь зачем мне жить дальше я лишила жизни возлюбленного и предала сестрицу любимый мой жди меня я иду к тебе вот дура нет я потеряла и возлюбленного и сестру сколько же боли досталось на долю одного единственного несчастного беса ну по крайней мере ты жива остался любовь на пушке изящный роман беса поэта по моему мы его тоже уже читали так ты взял сатибар и у нас остался без которым мы должны вернуть ключик так деревенский бес без деревенский бес где он был кстати по моему где-то вот здесь так ферма пауков так 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 приветствую вас благодаря вам боясь так ты у нас пауковод не особо ты нужен пока уходите прочь человеки мне не пока пока так у нас вообще ключ как-то отмечен утерянный ключ мы нашли без своего ключа от сундука с деньгами теперь осталось только отнести его владельцу замечательная подсказка где теперь найти владельца бесовка наверное ты спасибо что вернули мне ключ наконец-то я открою сундук побегу к шаману пока он не разозлился по-настоящему вот возьмите в награду золото а а грибы стало труднее собира а Ну, спасибо тебе за 29 тысяч опытов. Ну, в принципе, нам до следующего уровня совсем немного осталось. Ну, а мы продолжим исследование грибного леса. Так, в этом и пещерке были. Не заблудиться бы в этом лесу. Хотя вряд ли, наверное, у нас это получится. С такой-то замечательной картой. Да, здесь у нас уже конец вообще локации. Слушайте, гигантский лес. Намного больше паучьего. По-моему, в конце всего мы должны разоблачить шамана. Вернутая алхимика и... Тихо-тихо-тихо-тихо. Сундук внутри один предмет. Страшновато мне в него лезть пока. Гриб выглядит очень аппетитно. По квесту, по-моему, мы... ...еще не получали заказ на светящийся гриб. Ок. Все, так. Все, что я не думаю. Я не знаю. Я не знаю. Что-то, как я вам думаю. Что-то говорить. М視界-то. Словом, что я впервые. так аккуратненько отлично из них столько бутылочек падает вот я смотрю думаю это вход все же до какой-то лаз огненный элементами 17 уровня так поменяй-ка стрелу друг мой наверно давай сменим их на стрелы воды расщепляющиеся простым вода наверно все-таки получше будет нам просто там застыл так вода ему ничего не наносит ну вот это уже поинтереснее да отсюда вы не подберете бутылочку ну и хрен стей ну ладно он сейчас сломается починим так только колючий урон а давайте-ка все-таки стрелы воздуха попробуем нет стрелы все равно только колючий наносит 44 обычными стрелами его бью и у него урон водой наносится что за бред да что-то где-то глюкануло двое трое так давайте пока тактическое отступление устроим починимся а то у нас по моему все сломалось что за бред Так, аккуратно. Так, у тебя, по-моему, должны быть кристаллы. Получше. Средний кристалл защиты от магии костей. От воды и от яда. Понятно. Отлично. Одного завалили, второй. Друг мой, почему ты маг? Другой. Нет. Не Lifto. с каждого падает по 4000 опыта так и у нас сюда проход ведет основные элементали вышли откуда-то слева ранские перчатки так а тут она просто круговое движение и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Веревка Мне открыто все Ты действительно видишь и знаешь все? Наконец-то мы найдем ответ на наши вопросы К сожалению, мое знание не беспредельно, ибо боги не слишком щедры Ты можешь задать лишь один вопрос И ты должен быть готов соблатить достойную цену Какова цена? Для того, чтобы существовать, мне нужна жизненная сила Поэтому ты должен быть готов пожертвовать частью своей жизненной силы И отдать ее мне И присоединиться к этим мертвякам? Эти существа были слишком жадными И не хотели уходить Они сами себя сгубили Я заберу лишь каплю твоей жизненной силы Ты согласен? Подожди, я сохранюсь Подожди, подожди Разведаем твой остров Такая ту травку мы подобрать не можем Вообще, я у тебя тут пособираю вещей Так как травку тоже нельзя подобрать Какое-то странное дерево Ну, испорченный доспех нам явно не нужен Понятно Я с тобой второй раз пообщаться не могу Ну, жаль Ну, точно пообщаться с тобой больше нельзя А где мы там перед этим сохранились? Ну, не Ничего хорошего, в принципе Нам это дерево не даст Так, доспехи не буду подбирать Тогда только золото возьмем И рубины Ну, и золотой амулет Субтитры сделал DimaTorzok Так, что у нас осталось? Так, ну, найти только супруга осталось И у нас останется только три квеста из параллельного мира И основной квест поиска алхимика Давайте тогда к бесу сходим Да, этот лес просто гигантский А этот вход, кстати, не пометился ничем Вот здесь Три грибочка белых Ориентир может быть Ну, я надеюсь, этот лес сюда не уходит еще Так, кладбище у нас выше Так, это алхимик Субтитры сделал DimaTorzok Проклятье на твою голову, Парикса Ревность, жестокое чувство Наконец-то я обрету покой Земля тебе пухом, бес Так, и что у нас еще осталось? А куда этот гад убежал? Давайте его найдем По-моему, мы его и нашли А потом я увидел гигантского паука Размером с дом старейшины А волосы, как у нас с вами А пасть... Ой, просто ужас! Готов был сожрать все, что движется И все равно я его победил В одиночку А потом я увидел... Удивительно, правда? На вид он такой маленький, силый Какой он сильный! Какой смелый! А все потому, что он ест грибы Какой он сильный! А потом я увидел гигантского паука Размером... Слышали? Так... А потом я увидел гигант... Ой-ой-ой-ой-ой! Раз же назовет, я пойду домой Пока-пока Наш герой! Смотри, как он попчался Та что такое? Почему все повисло? А потом я увидел гигантского... Ой-ой-ой-ой! Отлично! Так, давайте посмотрим, какие у нас ключи Что за ключи мы вообще набрали? По-моему, всех... Торговцев мы уже обошли Так, этот параллельный мир Третий Третий К четвертому подземелью Обалдеть! Так, а у тебя... Четвертый Пятый То есть первым был 3 Сейчас 5 В следующем будет 7-8 Охренеть! То есть куда столько? Мы уже главу заканчиваем Ну ладно Тогда давайте загрузимся Ну на сегодня, я думаю, мы можем закончить прохождение Немного отдохнуть А в следующем видео уже пойдем на третий уровень подземелья А потом еще на четвертый Ладно, я думаю, мы это быстро пройдем Потому как... Монстры там слабенькие Но если вам понравилось, ставьте лайки Подписывайтесь на канал Пока-пока Спасибо за просмотр Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok